Всем здорова! Хочу я сделать обзор книги Анатолия Кузнецова, называется «Бабий яр». Это книга, которая практически о городе Киеве, в годы Второй мировой войны написал. Это книга-документ, то есть там все события, правда. И автор сам это пишет, что все события, правда. Он сам был свидетелем этих событий. Он, ну это русский, который родился, его родители жили там же, в Киеве, на Украине, скажем так. Ну, когда читаешь эту книгу, это наша страна, и о наших людях, и о нашей земле говорится. И «Бабий яр» это место, где были уничтожены, расстреляны, избиты и убиты тысячи людей. Там, по-моему, то ли не 70 тысяч, но огромное количество, сотни тысяч людей были убиты в этом месте буквально за пару лет. И в этой книге рассказывается вот об этих событиях, рассказывается и о том, как пришли немцы, и многие радовались их приходу в Киев. И о зверствах НКВДшников, и о жизни до немцев. Эта книга не против фашизма даже, я бы сказал, и не против нацизма, она против войны. В ней говорится, что любая власть, что советская власть издавала одинаковые газеты, что немецкая издавала газеты с теми же лозунгами, с теми же призывами, что и там, и там были одинаковые враги народа. И там, и там жгли книги, только при советской власти жгли одни книги, при немецкой власти жгли другие. Ну и, конечно, рассказывается про концлагеря, про лагеря вот этих вот пленных в лагере в Бабе-Мьяре, когда люди не ели, люди зверели, что их просто расстреливали направо-налево, издевались над ними. И вот все эти зверства, все эти издевательства, и как потом их заставляли выкапывать и сжигать. Эти трупы, эти тысячи трупов, пласты, просто огромное-огромное количество мертвых людей. Как людей закапывали живьем, как раненые, нераненые, младенцев вырывали из рук матерей, кидали просто за забор, как бревно. Как маленькие мальчики, женщины, они претворились мертвыми и упали в кучу крови в этот огромный котлован с мертвыми телами, и потом чудом вылезли оттуда, закопанные уже были, вылезли, и мальчика убили, а женщина осталась в живых. Это такая книга, которую, прочитаешь эту книгу, и некоторое время даже думать не хочется. Ты становишься взрослее от этой книги, взрослее и как-то старше. Мир по-другому представляется тебе. Это такая книга, которую каждый должен прочитать. Каждый должен прочитать в своей жизни. Особенно в свете текущих событий, в свете войны сейчас на Украине, в свете дележки противопоставления, там, украинец или русский, кто виноват, жиды там или еще кто-то. Прочитайте эту книгу, как вы можете вообще, как можно противопоставлять украинцев и русских. Также там рассказывается и про полицаев, и про различных там людей, которые сами, будучи вот этими заключенными, там, в таком же положении, еще больше зверствовали, убивали и доносили на своих соседей, своих товарищей по несчастью, чтобы как-то выслужиться перед немцами, как-то лизнуть еще раз. И в буквальном смысле лизнуть ботинок, немецкий сапог, за корку хлеба, за даже не за корку хлеба, просто за возможность ограбить, за возможность выдрать золотой зуб у этого человека, которого сейчас потащат в печь. Книга о низостях человеческих перед лицом смерти, о том, что война показывает на самом деле, кто есть кто, и даже не об этом. Книга о том, как в нечеловеческих условиях люди выживали, как ели свеклу холодную пальцами, выковыривали ее из мерзлой земли, ели сырую картошку в побеге. Книга о многом. И одновременно о детских радостях, потому что сам автор в это время был еще маленьким мальчиком, подростком, и были у него, и даже свои радости были. Когда он добывал там в драках три мерзлых свеклы, или там находил какую-то, удавалось ему украсть елку, срубить где-то в лесу и притащить ее, которая стоила там 28 грамм хлеба, если деньги перевесите, перевесите на хлеб. Книга о том, как радовались сначала вот эти вот жители, когда после басяцкой, так называемой советской власти, где все запрещалось, все отбиралось, и каждый был врагом, мы могли расстрелять, и то еще пришли немцы, которые обещали еду, обещали спокойную привольную жизнь, которые даже какие-то вещи изначально раздавали, а потом стали грабить, 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 убивать и насиловать. Ну, сложно рассказать об этой книге. Она вообще о многом. Она о том, что война, и что все вот эти вот, что советская власть, что немецкая власть, что там, что люди просто ничто для всех этих режимов. Сложно. Это, наверное, одна из всех книг, под впечатлением которой я сейчас нахожусь, потому что в какой-то степени перечитал ее по новой. Я говорю, после прочтения хочется еще, не знаю, день или два, или больше, может быть, просто приходить в себя. Просто приходить в себя и укладывать мысли по полочкам в своей голове, чтобы полностью осознать и понять ее значение. Читаешь и вроде понимаешь каждое слово, понимаешь все, что там написано, и осознаешь, и вроде чувствуешь это сразу же. Как стоишь ты в очереди, где миллионы людей, миллионы тысяч людей, вот вытянутых из дома, вытернутых, больные, старые, какие бы ни были, их заставили выйти, поставили. Они думают, что их сейчас посадят на поезд, увезут куда-то, а на самом деле их стоят, они стоят в очереди на расстрел. И вот уже, вот уже подходит очередь, и видно, что все, кто-то еще есть пытается, хотя сейчас вот его расстреляют, он пойдет во враг с кучей мертвых тел. Это очень интересно, интересно почувствовать, попробовать осознать, попробовать понять. Не то чтобы я рекомендую, я считаю, что эту книгу обязательно должен прочитать каждый человек, по крайней мере, говорящий на русском языке, чтобы стать человеком. Она необходима. Ладно, всем пока советую обязательно, советую обязательно прочитать книгу «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова. Книга, все в которой правда, книга, являющаяся документом полностью на реальных событиях, и как ничто другое, рассказывающая и показывающая все эти события и все взгляды и на немцев, и на оккупацию, и на советскую власть, и на войну в целом. Одна из самых великих книг, которые я читал о войне, о Второй мировой, вообще о всех этих событиях, обязательно прочитайте эту книгу. Всем пока!